День! Ну сейчас уже не утро, сейчас уже день Мы уже успели покушать, смонтировать видео И выложить его Павел Самый красивый в мире Такой прям хорошенький пацанчик Сейчас мы хотим сходить Узнать все насчет визы В Грецию Ну или вообще другую страну Посмотреть, какие страны, куда мы поедем Надеюсь, мы куда-то поедем В общем-то вот А на улице холодно Но солнышко Так что это сегодня радует It's every day, bro Давай, пожалуйста Мы в хирне занимались И так и им не шутишься Нет! Я пошутила! Я пошутила! Все, все открутила Ой! 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 Не надо! Ау! Ау! Тихо! 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 Я руку сломал, блин, больше не режу плюс. Жопа, ай, отзошла. Нет, ааа. Рука болеет, теперь все. Давай, все, пошли. Да хватит. Приставать ко мне, я бурная за часочек. Ну смотри, что там. Смотри, говорю, смотри, что наделал. У меня вчера херня эта отпала отсюда в жопе. Все. Ну, вообще, иногда так тяжело. Просто вот говорите, дома хватит сидеть, а мы не можем выйти на улицу. Я выключу камеру. Все, эти камеры не так-то нет. Я знаю. Я выключу, все, успокойся. Что, держишь так? Просто тихо. Обмануть или нет? Ну пошли уже. Ну пошли. Все, убрал. Все, теперь я выключил. Все, теперь я делаю тупью мать. Без ты деятелей. Тихо, отстань от меня. Хоть это руками делать. Все, отстань. Все, отстань. Нельзя вообще-то некрасиво там запечку трогать-то. Ну, если четверки не указаны в тайминг Греции, то порядок цен под 140. Зашли в первое турагентство, где нас, можно сказать, побрили, учитывая, что там нету рассрочки. И туры, которые они нам назвали, были какая-то вообще полная залупа по стоимости. Вот 100 тысяч даже какая-то гребаная Турция. Ну, это ладно. Просто ты очень-то была недушевная совсем. Какая-то так разговаривала, просто отвалите уже от меня, отвалите. На, держи. Вот тебе вот это и вот это. Все. Пока. Значит, мы дальше будем сейчас думать. Пойдем еще зайдем в другое в одно. Вот и голуби любимые. Да. Сразу к меня все прибежали. Да. Малку увидели. Зашли еще в одно турагентство, Coral Travel. Вообще, куда можно улететь из Перми? На Кипр, на Грецию и Турцию. В Болгарию еще. Ну, это не важно. Кипр и Греция получаются очень дорогими в плане того, что нужно с собой взять денег. В Греции я вообще молчу. Там без денег, мне кажется, в самой. Это было нормально. Думала, сейчас на голову, но как-то это. В Греции без денег вообще делать нечего. Там, получается, и пляж в основном, везде галька. И куда-то съездить, что-то посмотреть. Заплати, причем плати немало. Питание там не он-инклюзив вообще нифига. Там есть он-инклюзив, но он уже на порядок дороже еще. То есть Греция 1120 минимум. Нужно истратить на путевку еще с собой 30-ку минимум, чтобы хоть что-то там маленечко увидеть. Вот такая вот ситуация. Это не наш вариант. Кипр примерно то же самое. Остается единственный вариант. Тут Турция. Это отдохнул, загорел, на море побывал. Покупаться самое главное. Покупался, кайфанул. Отель всегда хороший. Приветливые всегда эти, Васечки. Цена всегда недорогая. Сама путевка, в принципе, можно за 1090-110 улететь в хороший отель. И с собой не нужно брать. Денег много. Ну, точнее, вообще можно с собой деньги не брать. Как мы в Египте, мы могли вообще с собой деньги не брать, в принципе. И просто кайфовать, лежать, отдыхать, загорать. Ну, тогда нам особо вам показать будет нечего. Хотя мы всегда найдем что-то показать. Мы даже в Перми вам что-то показывали. Да. А если мы вам показываем что-то в Перми, то значит в Турции мы точно найдем что-то показать? Нет, там можно погулять хотя бы. И хотя бы улыбочка будет на улице, да? Ну, хотя бы да. Хотя бы загорать будем. Ну, сегодня тоже, кстати, неплохая погода, реально. Вышло солнышко, тучечки идут. Ну, холодно. Ну, все равно сегодня еще очень холодно. Завтра вроде потепления. Завтра 1 июля, будем встречать лето с вами. Да. Буду скотки работать? От 9. Все, все? Да, спасибо. Крептина. Да? Да. Все. Ну, рассказывайте. Получается, я взяла вот платье подсвадебное, но я думаю, что там ничего не будет видно. Поэтому я не стала брать прям такие светлые-светлые. Я взяла вот такие вот, такой переход, у них как градиент идет. Такие лодочки. Чтобы их дальше тоже потом носить можно было. А не просто ходить в каких-то светлых там, в белых туфлях и ничего с ними не сделать. Да и чё клуша, блин? Я кем просто померить на ногу и на голову. Ну чё, смотрите, как вам моя клуша. Так ты сюда донесли внутри, ты так и не снимай. Так непривычно. Для них вообще удобно идти. Давай, конечно, еще нам. По линолеуму, по новенькому. Ладно, сцени. Буду так ходить. О боже мой, ты так ходишь прям как клуша, реально. Я не умею уже 100 лет не ходила. Читай теперь ты. Не оставляйте усилий и получите желаемое. Не оставляйте усилий, это как понять? Это значит то, что не сдавайтесь, идите до конца и все у вас будет чеки-дреки, а не Галя. Ты заметил что-то про то, что у нас получится? Да, давай, да. Все будет. Просто надо тебе потерпеть, братишка. Все будет! Это хлеб решает все. Сейчас смотрим фотографии отелей, которые нам посоветовали. Да, которые стоят 100 тысяч. Турецкий отель. Первое. Ну, это просто как бы, ну, я не знаю, как бы. Принесе. Ну, как бы. Там, не знаю, тут фотографии не видно толком, но ничего вообще интересного. Абсолютно. Это как будто, знаешь что, пансионат в Перми. Пансионат в Перми, да. Второй еще хуже. И это мы сейчас показали вам два самых лучших, которые я оставил. Пять звезд. Да. Остальные два, которые я удалил, это была полная параша. То есть, ну, вообще не серьезно. Мы даже в Египет ездили, получается, три года назад. Угу. Вообще в нормальный отель по сравнению с этими. Прямо очень крутой отель. Прямо с этими вообще по сравнению. Такое нечемное вот это вот все, что я вижу сейчас. И прям что-то обидно. И сто тысяч за что. Сейчас будем сами искать. И сами, да. Я думаю, идем лучше, чем в этих тургенстрах. Да. В общем, нам посоветовали фуфло и обидно что-то даже. Вот сейчас это сижу, читаю. Да тихо ты орешь, блин. Считаю комментарии. На самом деле, мне очень важно сейчас почитать комментарии. После того, как мы в прошлом видео, по сути, открылись. Многие нас не совсем поняли. То, что мы там ненавидим страну, там не патриоты. Да нет, мы любим эту страну. Она на самом деле шикарная. У нас много богатств. Просто управляют страной, к сожалению. Люди неправильные, возможно. Плюс выработался от них же опять же этот менталитет. Когда у тебя, если есть деньги, ты можешь все. Ну, посмотрите. Я не знаю. Камикадзе дает, может быть, видео или еще где-то. И вы можете понять, что действительно у нас, если ты есть с деньгами, то ты можешь все. А если у тебя нет денег, то извини. Тебя всегда могут, грубо говоря, там подрезать, обмануть. И ничего ты с этим абсолютно не сделаешь. Влад, ну на самом деле смешной комментарий посчитал. Поляна разврата. Паш, без обид, на шампунь говно. Я им собаку мою. Мы так выпали над этим комментариями сейчас. Я тебе говорила, мой все мою шампуньем, Паш. Да, нормально. Я говорю, зато дешево. У меня нормальный шампунь. Он мне в отец говорит, что я буду таким дорогим мыть. Я нормально вот этим вот помою. Да. Короче, все будет хорошо. Я сейчас прочитаю до конца все комментарии. Как сказать? Я вижу, что кому-то очень не понравилось то, что мы сказали. Я вижу, что кому-то наоборот кто-то сказал, да, блин, чуваки, вы вообще, я вот поняла или понял, что вы действительно прям со мной одного, там сказать, мнения, взгляда. Мне очень радуют такие комментарии. Но те, кто не поняли, извините, возможно, мы неправильно выразились. Мы не торопимся. Мы прямо сейчас не говорим, что все, мы улетаем туда-туда-туда жить. Просто мы хотим попробовать посмотреть, как в других местах. И пока что, судя по вот этому даже отношению, какое работает в СМИ и вообще, в принципе, судебная система, как работает в других странах, это можно по статистике посмотреть. В общем, возможно, надо посмотреть, как минимум, что там происходит на самом деле. Может быть, там реально неплохо. Вот. Ну, в общем, так. Но у каждого свое мнение без обид. То есть, мы в любом случае сначала попробуем, потом решим. Вот мы встретились с Давидом уже вечерок. Едем к нашему общему другу Гошику, который является стримером. Но мы ему сейчас все расскажем. Хамицек, Хамицек. Давид у нас очень грустный. У него, как всегда, машина ведет себя недостойно. У него коробка 15 раз встала в режим аварии. В общем, не берите себе никогда старое БМВ. Ребят. Нет. Паша, не правильно берите? Ну, скажи. Если у вас денег нет ни хрена, то и не выпендривайтесь. Да. Да? Да. Как я решил выкинуть. Потратился. А если у вас есть деньги, то возьмите лучше новую БМВ. Вот и все. Вот и система. То есть, никого никто не берите. Вот и все. Я прав. А мы едем в Гошу. Это Гоша, наш друг хороший. Он позитивный человек, добрый. Поэтому он наш друг. Все очень просто. У нас только такие друзья. Сейчас мы идем в кампус. У него свой трехэтажный отель. Вот. В котором он себе выделил всего лишь одну комнатку. Сейчас мы ее увидим. Ой, сейчас от себя будет вонять. Давид заворачивается. То, что у него ноги воняют. Ну, ничего. Да нет, проетривает. Гоша, Гоша. Просто потряхивает, думает лучше стоит. А Гоша, закон открыл? Да, да. Это будет греха подача. Так, тихо. Смотри, ооо, как места много сразу же стало. У тебя прям хата сразу же. Когда вот эта тигня стояла, вообще места вообще не мало. А так жить можно даже. Вот так вот. Гота, что мы приехали-то? Просто мы компьютер дома продали. Мы приехали поиграть. Маленечко так. Ну, как? Ну, Паша прям собирается играть там. Продалком. Сейчас приходят к друзьям играть. Как школьник, знаешь, в школе, когда компания была. Да, Пашка. Да, любимый. Так. Не перекапываемся. Вот играете, дети. Пришли в гости Гоша, а он сидит играет. Это вообще как бы как. Он вообще нормальный человек. Так это его заставило играть. Ничего подобного. Да, да. Вот знаете. Поиграли, свалим домой с Давидом. А вы, кстати, можете это, с Камецеком, с Гошкой поиграть. Он парень хороший, мы вам базарим. Ссылочка в описании валяется. А что? Вот. Ой. Нет, деньги дай. Его лицо это вообще... Ладно. Как надо, делай как надо, все будет как надо. Володя, Москва и Петербург. Они знают, как меня зовут. Я намеренную бум-бум, мои треки бум-бум. Гура пишет, мур-мур, я для нее тур-гур. Короче, я сам. Сегодня было хорошо, а завтра будет лучше. А? Прикольно, пидал? Это я куда? В лагере в детстве был. Я прямо помню. Сегодня было хорошо, а завтра будет лучше. И всегда было реально хорошо, и всегда было лучше. А когда становишься взрослее... Поздравляешь. И у тебя бывают прыщи. Ну что? Стычка расстроена. Ладно, давайте, всем, друзья, до завтра. Завтра мы планируем стартануть новый проект. Даже Настя все еще не знает какой. Ну я расскажу. А я только придумывал. Ты сам знаешь, почему нет? Знаю. Все, давайте, всем пока. Вам счастья, здоровья, приятного аппетита, хорошего дня, спокойной ночи. И... Пока! О, Боже мой, таким волосом. Теперь два мужика здесь живут. Я и Настя. Я Настя. Настя. Пока. Пока-пока. Руки. Пока-пока. Т aircraftа. Все. Продолжение следует...